В эфире Бендерского телевидения «Милицейская хроника». В студии Татьяна Кузьмина. Здравствуйте. В начале коротка о главном нашей сегодняшней программе. Виномарка врезалась в опору газовой магистрали. Семь частных домов остались без газа. Виновник аварийной ситуации с места происшествия скрылся. Пожар в селе Гиска. Полностью взгорели четыре хозпостройки. Причину неисторожное обращение с огнем. С 15 декабря сотрудники милиции начали плановую операцию «Ель», главная цель которой – сохранить хвойные деревья и предотвратить их незаконную вырубку. Чемпионат по плаванию в МВД. Сотрудники Бендерского УВД вернулись домой серебром. 12 декабря около 6 часов утра автомобиль марки «Крайслер» врезался в опору газовой магистрали. Труба лопнула, произошла утечка газа. Водитель ДТП скрылся с места происшествия. На перекрестке улиц Осакия и Некрасова произошло дорожно-транспортное происшествие. Находившееся за рулем автомобиля марки «Крайслер» мужчина не справился с управлением и врезался в опору газовой магистрали. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия. В результате аварии произошла утечка газа. От газоснабжения были отключены 7 частных домовладений. Повреждение газопровода устранено специалистами Управления газового хозяйства города Бендеры за кратчайшие сроки. В ходе разбирательства милиционеры установили – виновника дорожно-транспортного происшествия. Им оказался ранее судимый 28-летний бендерчанин. Разбил он не свой, а чужой автомобиль. Владелец иномарки оставил машину для ремонта в автомастерской, где работает подозреваемый. В 12 часов ночи автослесарь мне позвонил, говорит, что не может завести машину, чтобы загнать в бокс ее к себе. Я говорю, выжмите до конца сцепления, до пола и заводи. И он по телефону говорит, а, все, завелась. После этого он мне позвонил в 5 утра и говорит, что мою машину угнали. Я говорю, а как угнали? Он говорит, что я ее не смог вчера завести, оставил на улице. Я говорю, ты же мне звонил, что загнал ее в бокс. Он говорит, не, не смог завести, не загнал в бокс, она стояла на улице. Говорит, что теперь делать? Я говорю, ну, сейчас я позвоню в милицию. И только я набираюсь в милицию, он тут же перезвонит, говорит, о, мне позвонили, ее нашли, она на Некрасово возле 6-й школы. Говорит, что мы уже туда с отцом подъезжали, но мы ее не можем вытянуть. Молодой человек воспользовался этим и решил покататься за чужой счет. В настоящее время ВВД проводят проверку. По улице Панино в селе Гиско полностью выгорели 4 хозпостройки. К счастью, никто не пострадал. Дознаватели по пожарам выясняют точную причину возгорания. Около 7 часов вечера в селе Гиско жители пятиэтажек по улице Ленина услышали за окнами звуки, похожие на сильный треск. Оказалось, на улице горят сараи. Сейчас вы видите кадры, снятые на мобильный телефон очевидцами произошедшего. Огонь достигал нескольких метров в высоту. По словам очевидцев, пожарные приехали за считанные минуты. Прибыв по месту происшествия, пожарные были обнаружены, что возгорание произошло в небольших сараеях, расположенных во дворе этого дома, которые были повсеместно с двойными парами расположены. Очаг возгорания находился в этом месте. Тут в том числе были тоже небольшие сараи. Очевидцы позвонили, сказали, что пламя вырывается из-под кровли. Когда прибыли, уже к тому времени кровля частично обрушилась, уже пламя вырывалось из-под дверей. В день возникновения возгорания люди находились до этого. Остальных сараях люди бывали редко. То есть, где-то раз в неделю меньше, ну, чаще, позже где-то. Некоторые сараи вообще пустовали. То есть, хозяева там, кто-то умер, кто-то уехал, и они, в общем, почти нет. Чтобы потушить огонь и предотвратить его распространение, потребовалось три пожарных расчета. Работы по ликвидации огня продолжались в течение нескольких часов. По словам пожарных, ситуация осложнялась тем, что хозпостройки находились в захламленном состоянии. Здесь было много старой утвари и ветхих вещей, которые легко воспламенялись. Причина возгорания на данный момент устанавливается. Но, вероятно, возможно, неосторожное обращение с огнем. Общая площадь пожара составила более 20 квадратных метров. Полностью выгорели четыре хозяйственные постройки. В настоящее время дознаватели по пожарам проводят проверку. Выясняется точная причина возгорания. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. С 15 декабря сотрудники милиции начали плановую операцию «Ель», главная цель которой – сохранить хвойные деревья и предотвратить их в незаконную вырубку. Только по административным протоколам в прошлом году сумма нанесенного ущерба составила более 20 тысяч рублей по МР. В ВВД города Бендера стартовала операция «Ель». Мероприятия пройдут по всему городу до 7 января. Во время оперативных рейдов милиционерам и пересекается любая попытка вырубки елей и сосен. Выявляются факты нелегальной продажи. Нарушителей ждут большие штрафы, причем даже за сорванную веточку. Сотрудники милиции ведут постоянную охрану хвойных насаждений. За незаконную порубку любых зеленых насаждений составляются административные протоколы по статье 8.25 Кодекса об административных правонарушениях Приднестровской Молдавской Республики, что влечет такие штрафные санкции, как предупреждение, либо штраф до 10 РУМ-ИЗП. Помимо расчета окружающей природной среды, за незаконную порубку этот расчет умножается и выплачивается в десятикратном размере. То есть суммы очень и очень значительные. По распоряжению главы города более тысячи деревьев обработают известью. ВВД уверены, такую ель легче установить. Милиционеры предупреждают, незаконная вырубка деревьев является преступлением. Сумма штрафа в десятки раз превышает стоимость елки, которую можно свободно купить на елочном базаре. За незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Согласно Кодексу об административных правонарушениях ПМР, совершение подобных противоправных деяний влечет наложение штрафа в размере до 15 тысяч рублей ПМР. Санкция статьи 256 Уголовного кодекса ПМР предусматривает арест сроком до 6 месяцев. 5 декабря в Сдешур плавание города Террасполя прошел ежегодный чемпионат МВД по плаванию. В этом году соревнования проводятся уже в 13-й раз. Сотрудники бендерского УВД вернулись домой с серебром. В командном заплыве на 150 метров вольным стилем первенство оспаривали 14 сборных. Каждая команда состояла из двух мужчин и одной девушки. По итогам соревнований в общекомандном зачете победу завоевала сборная Аброн Днестр. На вторую ступень педестала поднялись спортсмены УВД города Бендеры. Тройку лидеров замкнуло сборное управление ГАИ МВД ПМР. В ходе чемпионата были определены лучшие пловцы в личном зачете. У девушек, преодолевших дистанцию в 50 метров, первое место заняла солист-вокалист оркестра Аброн Днестр МВД ПМР Ольга Шатова. Серебро досталось Давыдовой Мариане, сотруднику УПО ГУПЧС. А на третьем месте инспектор канцелярии УВД города Бендеры Лысова Татьяна. Среди мужчин в заплыве на дистанцию 50 метров, вольным стилем, первым стал начальник паспортного отдела управления по делам миграции Максим Черняк. Второе место занял инспектор миграционного отдела управления по делам миграции Сергей Быченков. Третий – старший инспектор отдела кадров УВД города Бендеры Сергей Караман. Заместитель начальника УК МВД ПМР Иван Назарко и начальник отдела профессиональной подготовки управления кадров по работе с личным составом МВД ПМР Евгений Мельник вручили победителям заслуженные награды, грамоты, медали и Кубок чемпионата, а также ценные призы. Управлению внутренних дел города Бендеры на постоянную службу требуются граждане до 35 лет, годные по своим морально-деловым качествам служить в органах внутренних дел. Предлагаются различные должности. Заработная плата высокая, стабильная. За справками обращаться по телефону 233-91-245-00, либо по адресу город Бендеры, улица Дзержинского, 53, кабинет 201. И это все, что подготовила пресс-служба УВД города Бендеры на этой неделе. Увидимся ровно через 7 дней. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!